Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим оборудование для измельчения мясного сырья, которое применяется на мясокомбинатах. Операции, связанные с измельчением в мясной промышленности составляют более 70% от всех операций. Они широко применяются при производстве колбасных, кулинарных, консервированных мясопродуктов, а также пищевых животных жиров, кормов, технических продуктов, клея, желатина и других. Сырье и вспомогательные материалы можно измельчать раздавливанием, раскалыванием, ударом, разрывом, разламыванием, истиранием и резанием. Выбор механического воздействия зависит от физико-механических свойств. Прочности, упругости, пластичности, вязкости, липкости и тому подобное. И размеров измельчаемого продукта. В технологическом оборудовании измельчения достигается сочетанием нескольких видов механического воздействия. Например, резание с раздавливанием, раскалывание с ударом, как, например, в дробилках, силовых измельчителях, волчках и других. Резанием, раздавливанием с истиранием, как, например, в куттерах, коллоидных, мельницах, измельчителях, мясо и тому подобных. Технологическое оборудование для измельчения можно разделить на две основные группы. Оборудование для измельчения твердого сырья, мясокостного, костного, блочного, мороженого, мясо, специй. Это силовые измельчители, дробилки, валочки, дробилки, агрегаты и измельчители для измельчения блочного мороженого мяса, измельчители костей и специй. И вторая группа. Оборудование для измельчения мягкого сырья, мышечной, жировой и соединительной ткани. Волчки, шпигарески, куттеры, коллоидные, мельницы и измельчители мяса. Технологическое оборудование бывает периодического и непрерывного действия, работающим при атмосферном давлении и под вакуумом. Оборудование каждой группы можно подразделить в свою очередь на оборудование для крупного, среднего, мелкого и тонкого измельчения. Исполнительный орган оборудования для измельчения это режущий механизм, который выполнен либо одиночной, либо парной деталью. В качестве одиночного режущего механизма используют ножи различной конструкции, полотна или ножи в комбинации с дополнительной режущей деталью, выполненные в виде решетки, плоской, конической или цилиндрической, диска с зубьями или пальцами, а также ножей, расположенных по конусу, цилиндру или плоскости. Парные детали бывают неподвижными или встречно вращающимися, плотно прижатые к режущим ножам или смонтированными на определенном расстоянии друг от друга. Одиночные режущие механизмы используют в основном в оборудовании для измельчения твердого сырья. А механизмы с режущей пары применяют для измельчения мягкого сырья. Сейчас рассмотрим подробно оборудование для измельчения твердого сырья. Твердое сырье измельчают на силовых измельчителях, дробилках, агрегатах для измельчения мороженых в мясных блоках, измельчителях кости и специй. Силовой измельчитель Косемия ФИ-2С. Предназначен для среднего измельчения кости и смеси, состоящие из 30% мягких и 70% твердых конфискатов при производстве сухих животных кормов. Он состоит из рамы режущего механизма и привода. Рама – сварная конструкция из швеллеров и уголков, на которой монтируют корпус измельчителя и привод. Режущий механизм представляет собой набор ножей, из которых 9 подвижные и 20 неподвижные. Подвижные ножи закреплены на валу шпонками таким образом, что их наружные режущие кромки образуют прерывистую винтовую линию. Вал вращается в 4 радиальных подшипниках 11, установленных в корпусе измельчителя. Осевая нагрузка, возникающая в период работы, воспринимается упорным подшипником 10. Неподвижные ножи крепятся к корпусу с помощью болтов. Корпус силового измельчителя – это летая разъемная конструкция, обе половины которой, верхняя и нижняя, также соединяются болтами. Корпус закрывается фартуком. Привод включает в себя электродвигатель и редуктор, соединенные между собой муфтой. В верхней части корпуса устанавливается загрузочный лоток. Последний сблокирован спусковым устройством, обеспечивающим остановку двигателя при снятии загрузочного лотка. Загружаемое в лоток сырье попадает между подвижными и неподвижными ножами. Измельчается и подается к выгрузочному люку. Для среднего измельчения кости конфискатов применяется силовой измельчитель G9-FIS. Устройство и принцип его работы аналогичны описанным выше. Технические характеристики измельчителей представлены в таблице на слайде. Волчок-дробилка V2-FD2-B предназначен для среднего и мелкого измельчения твердых конфискатов кости, смеси твердых и мягких конфискатов, а также подтаявших блоков замороженного мяса. Основной исполнительный орган волчка-дробилки измельчительное устройство, представляющее собой набор матриц и измельчителей, чередующихся в определенном порядке. Матрица с большими треугольными отверстиями, измельчитель, матрица с малыми треугольными отверстиями, матрица с круглыми отверстиями. Матрицы устанавливают в насадки и фиксируют стопорами. Измельчители надевают на передний конец шнека. Куски сырья размерами до 700 миллиметров загружают в бункер. Они подхватываются шнеком и перемещаются к измельчительному устройству. Измельчение сырья происходит в измельчительном устройстве неподвижными матрицами и вращающимися измельчителями. Шнек приводится в движение электродвигателем через клиноременную передачу и редуктор. Волчок LM300 фирмы Контеолисус используют для измельчения замороженного мяса в виде блоков массы не более 5 килограмм и разрезанного на куски. Диаметр решетки волчка 300 миллиметров. Особенность волчка – конструкция гнезда для режущего механизма и рабочего шнека. Волчок имеет короткое гнездо для установки режущего механизма. В этом случае режущий механизм набирает из двух рабочих плоскостей – две решетки и нож. Приемный бункер вместимостью 300 литров имеет открытый проход по всей длине. Внутренняя поверхность корпуса шнека имеет винтовые направляющие. Часть шнека, открытая по длине приемного бункера, имеет меньший по сравнению с закрытой частью диаметр вала. Винтовая поверхность этой части образует один виток, шаг которого примерно в 7 раз превышает шаг винтов закрытой части. Такая конструкция позволяет наиболее полно использовать транспортную способность шнека и равномерно загружать режущий механизм. Привод волчка осуществляется от электродвигателя мощностью 75 киловатт через клиноременную передачу и редуктор. Производительность волчка составляет от 4 до 20 тонн в час. При занимаемой производственной площади 2,25 квадратных метра. Центробежная роторная дробилка служит для дробления кости при производстве желатина. Дробилки бывают для первичного дробления кости с диаметром ротора 600 и 800 мм и для повторного дробления кости с диаметром ротора 400 мм. Конструкция дробилки предусматривает две стадии дробления. К её корпусу крепят верхнюю и нижнюю неподвижные съёмные гребёнки. Ротор вращается от электродвигателя через клиноременную передачу. Загрузочный бункер дробилки имеет размер 815 на 555 мм. Сырьё из воронки попадает в дробилку, где вращается ротор с ножами. Кость, проходя через зазор между внутренней поверхностью корпуса и ножами, измельчается. Измельчённая кость выгружается через нижнее отверстие в корпусе. Дробильную установку V6FDA непрерывного действия применяют для измельчения мяса костной шквары и сухой кости паринки с одновременным транспортированием готовой продукции по трубам с помощью пневмотранспортера. Она состоит из дробилки, воздуходувки, циклонов с бункерами. На дробление подаётся высушенная и обезжиренная смесь, состоящая из мягкого сырья до 70% и кости до 30% температурой 40 градусов Цельсия. После измельчения готовый продукт представляет собой сухой порошок без плотных комков, не рассыпающихся при надавливании. Частицы готового продукта проходят через сито с отверстиями диаметром 3 мм. Технические характеристики дробилок представлены в таблице на слайде. Машина V9FDM01 для измельчения блоков замороженного мяса смонтирована на станине сварной конструкции. Барабан изготовлен из нержавеющей стали и установлен под углом. На барабане укреплены ножи. Под ножами имеются отверстия трапецидальной формы для выхода измельчённого мяса во внутреннюю полость барабана. Режущие кромки ножей выступают над барабанами на 7-8 мм. Вращение барабану с ножами передаётся от электродвигателя через двухступенчатый редуктор. Привод защищён ограждающим кожухом. Загрузочный бункер расположен наклонно для сползания замороженных блоков мяса. Для правильной установки машины на полу цеха её станина снабжена регулируемыми опорами. Измельчение специй осуществляется в перцемолках и измельчителях различной конструкции. Перцемолкой Я4ФБЦ перец дробится и отбрасывается к внутренней поверхности дек, которые способствуют его быстрому измельчению. Часть раздробленного перца, отлетая от дека, вновь попадает в рабочую зону помола, где под ударами вращающихся молотков дополнительно измельчается. Часть перца, оказавшегося вне зоны активного помола, захватывается потоком воздуха, созданным крыльчаткой, получает дополнительное ускорение и вновь попадает в активную зону. Полученная фракция просеивается сквозь сито и через выгрузочное отверстие в корпусе поступает в ёмкость. Технические характеристики измельчителя специй представлены в таблице на слайде. А сейчас подробно рассмотрим устройство и принцип действия оборудования для измельчения мягкого сырья. К этой группе оборудования относят волчки, шпигарезки, куттеры, коллоидные мельницы, центробежные измельчители, эмульситаторы, гомогенизаторы. Волчки. Их используют для среднего и мелкого измельчения сырья. Широкое распространение волчков в мясной промышленности связано с их достоинствами. Высокой производительностью, простотой конструкции основных механизмов, легкостью сборки и разборки для санитарной обработки и последующей работы. Снабжением передаточных механизмов предохранительными устройствами на случай перегрузки. Удобством в обслуживании и эксплуатации, надежностью в работе и возможностью включения в поточно механизированные линии. Основные части волчка – механизмы подачи, измельчение и привод. Механизм подачи имеет загрузочный бункер, в котором либо смонтирован питатель – принудительная подача, либо его нет – сырье загружается самотеком. По конструкции питатели бывают одно- и двухшнековыми, спиральными, лопастными, пальцевыми. Их расположение относительно механизма подачи может быть верхним, параллельным или боковым параллельным, перпендикулярным, угловым и соосным. Механизм измельчения волчка бывает коническим, цилиндрическим и плоским. Последний получил наибольшее распространение. Это вызвано не только удобством и быстротой обслуживания, но и возможностью выполнения на нем ступенчатого измельчения, а также простотой изготовления и надежностью работы. Он представляет собой последовательное чередование неподвижных решеток и вращающихся ножей. Наиболее распространенным является механизм измельчения, состоящий из приемной, промежуточной и выходной решеток, двусторонних и односторонних многозубых ножей. Особенность конструкции инструмента типа решеток это форма и размеры отверстий, представляющих собой кольцевые режущие кромки. Диаметр отверстия определяет скорость истечения сырья и степень его измельчения. Форма отверстий бывает круглой, квадратной, овальной, фасолевидной, со скосами и без них и так далее. Ножи для волчков применяют в основном 3 и 4 зубые, сплошные и составные, с односторонней и двусторонней заточкой, с прямолинейными и криволинейными режущими кромками. Для желовки мяса при измельчении используют желовочные ножи перед выходной решеткой волчка. Они имеют разнесенные по зубьям специальные канавки, по которым при измельчении удаляются из зоны резания, пленки и сухожилия. Известны также и другие конструкции желовочных ножей. Привод волчка электромеханический. По конструкции он может быть общим и раздельным для подающего и режущего механизмов, одно и много скоростным. Применение раздельного привода связано с заданием различных режимов работы, подающего и режущего механизмов, в зависимости от свойств измельчаемого сырья. За основную техническую характеристику волчка принимают диаметр решетки. Наибольшее применение для измельчения мягкого мясного сырья нашли волчки с диаметрами решетки 82, 114, 120, 160 и 200 миллиметров. В настоящее время получили распространение волчки, которые наряду с измельчением выполняют и другие технологические операции. Смешивание желовку, посол, наполнение фаршем оболочек при производстве колбасных изделий. Для их выполнения в приемном бункере волчка монтируют детали, которые одновременно перемешивают и нагнетают сырье в механизм измельчения. На горловине волчка устанавливают дополнительные насадки для наполнения колбасных оболочек. Волчки выпускают отечественные и зарубежные предприятия и фирмы. Из зарубежных фирм можно выделить волчки фирм Ласка Австрия, Крамер и Гребия Германии, Сейдельман Германия, Вольф Кинг Дания, Пальмия Швеция, а также американские, польские, финские и многие другие. Волчок MP1-160 имеет подающий 7 и спиральный питающий 10 шнеки, установленные параллельно в горизонтальной плоскости. Они приводятся в движение от одного электродвигателя 6 через клиноременную передачу 5 и редуктор 4. Все эти механизмы смонтированы внутри литой чугунной станины 1, на которую сверху устанавливают загрузочную горловину 3, а спереди прикрепляют цилиндрический корпус 9, режущего механизма 8. Режущий механизм состоит из двух крестообразных четырех перых ножей и трех решеток, приемной, промежуточной и выходной. Диаметр решетки 160 мм, отверстий в решетках 3, 6, 8, 12, 16, 25 мм. От электродвигателя 10 мощностью 14 кВт движение передается через шкивы 9 и 7 и клиновые ремни 8 к первой ступени редуктора. Двухступенчатый редуктор имеет два выхода и обеспечивает частоту вращения подающего шнека 3, 4,6 оборотов в секунду. Питающего шнека 2, 1,18 оборотов в секунду. Валочок предназначено для измельчения мяса и жира при приготовлении колбас, котлет и других. Его производительность при измельчении куска мяса 0,4-0,5 кг через решетку с отверстиями 3-4 мм. Составляет от 3 до 3,7 тонн в час. При использовании выходной решетки с отверстиями 25 мм. Шротирование. Производительность доходит до 20 тонн в час. На слайде представлена схема Волчка МП-1-160 и его кинематическая схема. Волчок К6ФВП-120 изготавливают в двух исполнениях. К6ФВП-121 без загрузочного устройства и К6ФВП-120 с загрузочным устройством. Волчок установлен на станине сварной конструкции и включает механизм подачи сырья, режущий механизм, привод и загрузочную чашу. В механизм подачи сырья к режущему механизму входят рабочий шнек, вспомогательный шнек подачи сырья к рабочему шнеку и рабочий цилиндр с внутренними ребрами. Режущий механизм – это ножи, установленные на хвостовике рабочего шнека. Ножевые решетки и прижимное устройство. Откидной стол служит для санитарной обработки режущего механизма. Откидная площадка обеспечивает удобство обслуживания. Защитно-пусковая аппаратура расположена в электрошкафу, который следует устанавливать в удобном для обслуживания месте. Например, на стене. Мясо температурой не ниже 1 градуса Цельсия подается в загрузочную чашу волчка К6ФВП-121 по вертикальным спускам. А волчка К6ФВП-120-2 подъемником К6ФПЗ-1 из напольной тележки, откуда захватывается вспомогательными и рабочими шнеками и направляется к режущему механизму, где измельчается до заданной степени, что обеспечивается установкой ножей и соответствующих ножевых решеток. При переработке шрота порция загружаемого сырья не должна превышать 90 кг. В противном случае возможно зависание продуктов чаши. Волчок К7ФВП-160-2 состоит из четырех основных механизмов. Питающего, режущего, привода и станины, на которой монтируются все сборочные единицы, детали, электродвигатель и пусковая электроаппаратура. Питающий механизм состоит из бункера и шнеков. В режущий механизм входят крестовидные двусторонние ножи и набор ножевых решеток, цилиндр с внутренними специальными ребрами и гайка-маховик с трубчатой насадкой. Ножи имеют криволинейные зубья и выполнены из двух частей. Они имеют по разъему между зубьями проходные каналы для продукта. Частота вращения ножей 8,3 секунды в минус первой превышает частоту вращения рабочего шнека 3,3 секунды в минус первой. Это достигается тем, что вал, приводящий во вращение ножи проходит внутри рабочего шнека и имеет самостоятельный привод. Рабочий шнек в месте загрузки имеет впадины для заполнения продуктом, а загрузочный бункер под шнеком отсекающий ребра. Эта конструкция обеспечивает равномерную и непрерывную подачу продукта в рабочую зону. Число спиральных ребер превышает в два раза число ребер со стороны загрузочного бункера, в результате чего исключается возврат продукта в бункер. Выходная решетка толщиной 8 миллиметров поджимается жесткой подпорой с радиальными заостренными ребрами. Конструкция этой подпоры позволяет применить решетки толщиной до 3 миллиметров, тогда как ранее решетки заменяли на новые при износе до толщины 8 миллиметров. Привод состоит из электродвигателя, редуктора цилиндрического и клино-ременной передачи. Волчок работает следующим образом. Жилованное мясо в кусках массы до полукилограмма подается в бункер, откуда захватывает рабочим и вспомогательным шнеками и направляется в зону режущего механизма. В нем сырье измельчается до заданной степени, которая обеспечивается путем установки ножей и ножевых решеток с соответствующими диаметрами отверстий. Волочок К6ФВ3П200 состоит из питателя режущего механизма привода и станины. Питатель включает в себя загрузочную чашу. Два питающих шнека с постоянным шагом витков. Рабочий шнек с переменным шагом витков. Рабочий цилиндр с гайкой и маховиком. Режущий механизм состоит из крестовидных четырех лопастных ножей, решетки и запрессованные в рабочий цилиндр гильзы со спиральными ребрами. Привод включают в себя электродвигатели, редукторы и клино-ременную передачу. Станина представляет собой каркас из профильного и листового материала. Подача сырья к рабочему шнеку осуществляется из чаши, питающими шнеками в гильзу, внутри которой установлен рабочий шнек на двух опорах, подающий сырье к режущему механизму, состоящему из ножей и решеток. Регулировка прижима ножей и решеток осуществляется гайкой-маховиком. Питающие шнеки обеспечивают равномерную подачу сырья к режущему механизму, независимо от количества сырья в загрузочной чаше. Технические характеристики волчков без загрузочных устройств представлены в таблице на слайде. Шпигарезки бывают вертикальными, горизонтальными, с дисковыми или пластинчатыми ножами, с механической подачей продукта при помощи реечного или гидравлического питателя. Шпигарезка состоит из приводного вала, на котором расположен серповидный нож и закреплен эксцентриковый кулак, находящийся в вылете вилки, которая соединена с рамкой, снабженной горизонтальными пластинчатыми ножами. Расстояние между ножами определяет размер нарезаемого кубика. Рамка через угловой, качающийся на оси рычаг, соединена с аналогичной по конструкции и размеру рамкой с вертикальными пластинчатыми ножами. Режущий механизм установлен у выходного торца питающего короба. Шпиг в котором продвигается при помощи толкателя. Короб заполняют вручную. Подачу регулируют продвигая рейку и изменяя угол поворота рейчной шестерни. А в шпигарезках с гидравлическим питателем подачу сырья регулируют дросселированием, то есть изменением подачи рабочей жидкости в гидроцилиндре. Горизонтальная гидравлическая шпигарезная машина ГГШМ состоит из станины двухсекционной камеры для загрузки шпика, ножевых рамок, режущего механизма, серповидного ножа, привода ножевого вала и эксцентрика. На чугунной станине расположен гидравлический подвижный цилиндр на неподвижном штоке. На днище цилиндра имеется поршень, подающий шпиг к режущему механизму, расположенному под откидным кожухом. Машина приводится в действие от электродвигателя через полумуфту, насаженную на вал масляного шестеренного насоса. При этом во вращение приводится ножевой вал серповидного ножа, а ножевые рамки начинают совершать возвратно-поступательное движение. От качающегося рычага посредством шатуна и эксцентрика, насаженного на ножевой вал. Подача шпика контролируется регулятором. Включают и выключают шпигорезку рукояткой включения. К этой группе оборудования относятся также машины для нарезания мяса. Технические характеристики оборудования этой группы представлены в таблице на слайде. Куттеры. Название куттеры от английского cut – резать. Куттеры предназначены для тонкого измельчения мягкого мясного сырья и превращения его в однородную или гомогенную массу. До поступления в куттер сырье предварительно измельчают на волчке. Но отдельные конструкции куттеров имеют приспособление для измельчения кускового сырья. Куттеры бывают периодического и непрерывного действия. Мясное сырье в куттерах измельчается при помощи быстро вращающихся серповидных ножей, установленных на валу. Ножи попеременно погружаются во вращающуюся с частотой до трех десятых оборотов в секунду чашу. Измельчение ведется в открытых чашах или под вакуумом. Кроме того, в куттерах совмещают процессы измельчения и смешивания. На слайде показана схема куттера периодического действия. Он состоит из открытой чаши режущего механизма, включающего приводной вал и серповидные ножи. Из гребенки и крышки, закрывающей рабочую зону куттера. К крышке прикреплены скрепки, располагающиеся по внешней и внутренней частям продукта, находящегося в чаше. Они направляют продукт, подрежущий механизм превращения чаши, который представляет собой комплект серповидных ножей, закрепленных в ножевой головке. Число ножей в комплекте для куттеров периодического действия составляет не менее двух, и вращаются они с частотой до 100 оборотов в секунду и более. Но шкуттера может иметь режущую кромку в виде прямой линии с заточкой в виде клина, или малоизогнутой линии, и с ложной геометрической формы ломаной линии. Выбор ножа с первой или второй формой заточки режущей кромки определяется требованиями качества измельчения продукта и энергетическими затратами. При существующих формах заточки ножей предпочтение дается асимметричному клину с углом при вершине от 15 до 30 градусов. Ножи закрепляют способом открытого и закрытого гнезда. В первом случае крепления ножей с вилкообразной посадочной частью применяют для куттеров малой производительности. Ножи укрепляют на валу гайкой, и они удерживаются силой трения. Второй способ применяется для высокоскрасных куттеров. Ножи изготавливают с отверстиями в посадочной части. Конструкцию ножей и ножевой головки выбирают такой, чтобы обеспечить их легкую балансировку и поддерживать минимальный зазор между внутренней поверхностью чаши и режущей кромкой ножа. Чашу куттера загружают либо вручную, либо загрузочными устройствами – подъемниками с напольными тележками. Измельченный продукт выгружают из куттеров периодического действия вручную в напольную тележку, опрокидывая чашу, или при помощи разгрузочных тарелок и скребков через борт чаши или через центральное отверстие в ней, закрываемое пробкой. Откиданную крышку куттера открывают и закрывают специальными устройствами. Во вакуумных куттерах крышка закрывает чашу герметично, благодаря резиновой прокладке. Основной показатель технической характеристики куттера – вместимость чаши. Для малых предприятий применяют куттеры с чашей от 15 до 125 литров, на крупных – более 125 литров. Куттер L5-FKM предназначен для окончательного тонкого измельчения мяса и приготовления фарша при производстве варенокопченых, полукопченых, сырокопченых, вареных, ливерных колбас, сосисок и сарделек. Допускается измельчение охлажденного от минус 1 до плюс 5 градусов Цельсия мяса в кусках массы не более полукилограмма, а также блоков замороженного мяса размерами 190 на 190 на 75 миллиметров температуре не ниже минуса 8 градусов Цельсия. Куттер состоит из станины с электродвигателями приводов ножевого вала и чаши, червячного редуктора привода чаши ножевого вала, защитной крышки, выгружателя, механизмы загрузки, дозатора воды, электрооборудование с пультом управления. Станины изготовлены из двух отдельных частей. В нижней части на качающихся плитах установлены электродвигатели приводов ножевого вала и чаши. В верхней части на подшипниках качения ножевой вал, на консоли которого расположены ножевые головки. Механизм выгрузки это редуктор, к которому с одной стороны фланцем присоединен электродвигатель, а с другой труба выгружателя с проходящим через нее валом привода тарелки. Исполнительный орган выгружателя это тарелка. В момент начала выгрузки продукта она получает вращение, а так как одновременно включается муфта червячной пары, то медленно опускается в чашу и фарш выгружается. При достижении тарелкой дна чаши муфта отключается, движение тарелки вниз прекращается, она продолжает вращаться до полной выгрузки продукта, а затем включается реверс и тарелка поднимается вверх. Зона куттерных ножей закрыта защитной крышкой из нержавеющей стали, заполненной внутри звукопоглощающим материалом. Снизу к ней крепится скребок для удаления с наружной поверхности фарша и направления его в лоток, установленный на ограждение чаши. Механизм загрузки это тележка для транспортирования продукта к кутеру и механизм ее опрокидывания, смонтированный в чугунной станине. Дозатор воды включает в себя бак с датчиками ДОС, центробежный насос с электродвигателем для подачи воды в чашу и соленоидный клапан. Принцип работы дозатора основан на объемном измерении. Бак постоянно наполнен водой доверху. Для выдачи дозы включается насос подачи воды в чашу на определенное число литров. Когда уровень воды понизится на заданную величину, насос автоматически отключается, клапан открывается и вода из магистрали поступает в бак. Вакуумный кутер ВК-125 представляет собой машину средней производительности, имеющую раздельные приводы чаши и ножевого вала. Чаша вращается от электропривода переменного тока с двумя фиксированными скоростями. Для ножевого вала используют электропривод постоянного тока, позволяющий уменьшить электропотребление за счет исключения пусковых перегрузок. В широком диапазоне беступенчато регулировать режим измельчения в зависимости от технологических особенностей, качества и состояния измельчаемого сырья. Равномерно в зависимости от рецептуры смешивать различные компоненты и специи без изменения структуры и консистенции фарша. При вращении ножей в режиме перемешивания в обратную сторону, то есть оно ведется на малой скорости тыльной стороной ножей. С помощью устройства перемещения чаши относительно ножевого вала сокращается время на смену ножей. Предусмотрена возможность регулирования зазора между ножами и чашей, что позволяет продлить срок службы ножей при их многократной переточке. Ножи выполнены по специальной технологии. Система управления куттера обеспечивает ручной и полуавтоматический режимы. Доза воды подается автоматически во время кутерования без сброса вакуума. Информационно-вычислительная система с цифровой индикацией контролирует основные параметры на любой стадии приготовления фарша. Система обеспечения безопасности исключает выполнение команд, которые могут привести к поломке изделия и травме оператора. Основные детали куттера и облицовку изготавливают из нержавеющей стали, что обуславливает их долговечность в соответствии требованиям гигиены и технической эстетики. Технические характеристики куттеров представлены в таблице на слайде. Коллоидные мельницы и измельчители применяют для обработки мягкого мясного сырья. Режущий механизм представляет собой одиночные серповидные ножи. Ножи имеющие парную режущую деталь в виде решеток, пальцев, ножей, отражателей, дисков и прочего. Комбинированный режущий механизм. Ножи бывают гладкими и зубчатыми. Их устанавливают непосредственно на валу, диски, барабане, крестовине, червяке. Решетки бывают плоскими, цилиндрическими, коническими, неподвижными, подвижными, вращающимися, качающимися. Пальцы и отражатели с остро заточенными гранями. Режущий механизм коллоидной мельницы представляет собой также парную режущую деталь, вращающийся ротор и неподвижный статор. Ротор и статор бывают гладкими и зубчатыми. Сырье в режущем механизме подают вручную. Оно может поступать самотеком, при помощи насосов или под вакуумом. Измельченный продукт вытесняется деталями режущего механизма или перемешивается вращающимися дисками, лопастями, шнеками. Например, режущий механизм коллоидной мельницы Корума Германия представляет собой горизонтальные корундовые круги. Корунд – это материал по твердости превосходящий алмаз. Нижний размольный круг, ротор, вращается с частотой 50 оборотов в секунду, а верхний статор остается неподвижным. Сырье подается через питающую воронку и под воздействием центробежной силы поступает к периферии размольных кругов, где измельчается. Дальнейшая обработка происходит в так называемых зонах завихрения под воздействием кавитоционных сил. Машины оснащены также устройством для охлаждения или нагрева. Зазор между размольными кругами регулируется маховичком во время работы машины. Заданная величина зазора определяется по шкале. Мельницу можно дополнительно укомплектовать автоматическим термоэлектрическим устройством для регулирования зазора между размольными кругами. Коллоидные мельницы корума выпускают как в вертикальном, так и в горизонтальном исполнении. В них выполняют тонкое измельчение при одновременном эмульгировании, диспергировании и гомогенизировании. Основным элементом этих мельниц служит коническая зубчатая система. Статор, ротор. Коллоидная мельница К6ФКМ состоит из загрузочного бункера, винтовой лопатки, накидной гайки, режущего механизма, патрубка и привода. Загрузочный бункер имеет конусообразную форму. Накидная гайка соединяет загрузочный бункер с режущим механизмом, который состоит из ротора и статора. Ротор включает верхний, средний и нижний диски. Производительность мельницы зависит от степени измельчения сырья. Ее регулируют, изменяя кольцевой зазор между ротором и статором. Пределы регулирования зазора между ротором и статором составляют от 0,05 до 1,5 мм. Привод осуществляется от электродвигателя. Продукт загружают в бункер. Под действием силы тяжести он попадает в режущий механизм, проходит через зазор между ротором и статором, измельчается и через патрубок выходит. Технические характеристики коллоидных мельниц представлены в таблице на слайде. Измельчитель непрерывного действия А1ФКЕ-3 показан на слайде. Его основные сборочные единицы это электродвигатель, станино, механизм измельчения. Последний включает в себя вращающийся распределительный цилиндр и спаренные серповидные ножи. Это первая ступень измельчения. Вращающийся подрезной нож 10, неподвижный ножевой диск 9 и вращающийся ножевой диск 5 это третья ступень измельчения. Разгрузочный диск с регулятором. Ножевые диски и третьи ступени в отличие от ножевых дисков второй ступени имеют большее число зубьев и большие размеры. Первая ступень механизма измельчения размещена в сварном цилиндрическом корпусе из нержавеющей стали. Корпус имеет охлаждающую рубашку, в которую подается холодная вода температурой не более 2 градусов Цельсия. Вторая и третья ступени измельчения и разгрузочный диск размещены в литом корпусе, который крепится к станине и фланцу электродвигателя. Распределительный цилиндр, спаренные серповидные ножи, вращающиеся ножевые диски и разгрузочный диск соосно смонтированы через промежуточные кольца на втулке, которая с помощью винта закрепляется на валу электродвигателя. Измельчитель мяса Я-3ФИД предназначен для тонкого измельчения мяса, предварительно измельченного на волчке с диаметром отверстий решетки 3 мм. На корпусе измельчителя смонтированы открывающийся в сторону приемный бункер вместимостью 0,15 кубометра и выходной патрубок. В корпусе собран комплект режущего инструмента, состоящий из чередующихся вращающихся и неподвижных кольцеобразных ножей. Частота вращения ножей около 49 плюс-минус 2 оборота в секунду. Резцы вращающихся ножей заточены под противоположными углами. При этом грани резцов вращающихся ножей наклонены относительно оси в сторону вращения двигателя. Неподвижные вращающиеся ножи чередуются с промежуточными кольцами. Измельчитель установлен на колесах, что позволяет проводить загрузку различного оборудования, эксплуатируемого в цехе, например фаршемешалок или шприцев. К преимуществам измельчителя по сравнению с традиционными кутерами относится непрерывность работы и возможность механической загрузки последующего оборудования через выходной патрубок с помощью лопастного выгружателя. Аналогичную с конструкцией измельчителя мяса Я-3ФИД имеют конструкцию измельчителя Я-3ФИБ, Я-3ФИА, представлены на слайде. Фарш загружается в приемный бункер для окончательного измельчения. Включают электродвигатель. Под действием собственной массы и разрежения, получаемого при работе выгружателя, фарш поступает на лопастное колесо, которое транспортирует его в зону измельчения. Измельчение выполняется режущими кропками резцов, подвижных и неподвижных ножей. Лопастями фарш вытесняется в выходной патрубок и выгружается в технологическую емкость, бункер, шприца или колбасного автомата. Измельчитель К-6ФИ-2М входит в состав агрегата АТИМ и состоит из станины цилиндрического корпуса с вмонтированным электродвигателем. На вал электродвигателя насажена ступица, на которой крепится рабочая головка. Последняя включает подвижный нож, неподвижную сетку, подпорку и разгрузочный диск. Неподвижная сетка фиксируется винтом, а зазор между ножом и сеткой регулируется специальным механизмом. Предназначенное для измельчения сырье поступает по трубе, в загрузочную головку, расположенную непосредственно над режущей частью. Проходя через нож и сетку, сырье измельчается и выгрузочным диском подается в патрубок на выгрузку. Технические характеристики измельчители представлены в таблице на слайде. Рассмотрим требования техники безопасности при эксплуатации оборудования для измельчения мяса сырья. Конструкция загрузочной горловины волчка должна предотвращать образование сводов и зависание обрабатываемого продукта. В случае необходимости для проталкивания сырья предусматриваются толкатели, обеспечивающие безопасность и удобство в работе. Привод к исполнительным органам волчка должен располагаться внутри станины и иметь сплошное ограждение. Ограждение и щитки на монтажные окна должны иметь крепление, исключающее их снятие или открывание без инструмента, специальных ключей и приспособлений. Волчки следует оборудовать откидным столом и подножкой, обеспечивающими удобство санитарной обработки и разборки режущего инструмента. Откидной стол и подножка блокируются спусковым устройством, предотвращающим пуск в работу волчка при откинутой площадке или подножке. Для безопасной разборки режущего механизма при санитарной обработке машины применяют приспособление для отвинчивания зажимной гайки и специальный крючок, прилагаемый в комплекте поставки. Зона вращения ножей куттера и передаточные механизмы должны быть закрыты крышками, сблокированными спусковым устройством. При открытой любой из крышек куттера должна быть исключена возможность пуска куттера в работу. Для удобной и безопасной выгрузки из чаши переработанного фарша куттер следует обеспечивать тарельчатым выгружателем, сблокированным спусковым устройством. При подъеме тарелки выгружателя должно прекращаться вращение самой тарелки и чаши куттера. Держа куттеромешалки должна иметь предохранительную планку, сблокированную с приводом, обеспечивающую отключение машины при касании рамки дежи. В машине для измельчения блочного замороженного мяса зона работы шнеков и зона вращения ножей должны быть закрыты крышкой, сблокированы спусковым устройством. При открытой крышке пуск машины должен быть исключен. Измельчитель оснащается ограждением, не допускающим разлета раздробленных частей в стороны. Козырек измельчителя, направляющий измельченное мясо в приемный бункер, оснащают блокирующим устройством, отключающим измельчитель при переполнении бункера. Загрузка замороженных блоков должна быть механизирована. Режущие механизмы шпигарезок закрывают кожухами или крышками в вертикальные шпигарезки, имеющими блокирующие устройства с концевыми выключателями, отключающими привод и ножи при открывании крышки или кожуха. Гидравлические шпигарезки должны иметь манометр и предохранительный клапан, а цилиндр закрывают кожухом. Для предотвращения попадания рук в движущиеся ножевые рамки вертикальных шпигарезок при открывании стола должно быть предусмотрено блокирующее устройство, автоматически выключающее машину. Загрузочные камеры вертикальных шпигарезок должны иметь удобные рукоятки, обеспечивающие безопасное перемещение камер. Шпиг следует подавать в канал шпигарезки толкателем с ограничителем. Подачу кости в машины для дробления и выгрузки молотого сырья необходимо механизировать. Верхний люк машины оснащают ограждением, препятствующим выбрасыванию кости. Для обслуживания люка устанавливается площадка, пол которой должен быть ниже верхней кромки люка не менее чем на 0,8 метра. Ограждение загрузочных люков должно быть сблокировано спусковым устройством привода дробильной машины. Пуску дробильной машины должны предшествовать предупредительные звуковой и световой сигналы продолжительностью не менее 5 секунд. Для уменьшения шума дробильной машины должны быть выделены в отдельные помещения и установлены на виброизолирующем фундаменте. В этом видео мы рассмотрели устройство, принцип действия и технику безопасности, оборудование для измельчения мясного сырья, применяемого на мясоперерабатывающих предприятиях России. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях или отправьте в мессенджер тем людям, которым оно может быть интересно. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!